МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я пришел, чтобы найти свою единственную и неповторимую. Моя профессия связана с тем, что я охраняю людей. Свою любимую я хочу охранять не только физически, но и душевно. Анатолий. 43 года. Был женат трижды. Каждая супруга дарила ему радость отцовства, но спустя время просила уйти. Анатолий в прошлом мастер по изготовлению модельных оправ для очков. Сейчас работает телохранителем. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по стендовой стрельбе. Признается, что не любит вставлять одеяло в пододеяльник. Предупреждает, что не позволит женщине повышать на него голос. Анатолий не любит женщин, которые претендуют на личное пространство в отношениях. Женится на стройной девушке, которая имеет свое дело и умеет быть откровенной. Здравствуйте. Рада вас снова у нас видеть на программе. Вы уже были, и мне очень странно, что вас не выбрала невеста. И красивый, и здоровенный, и любвеобильный. Вот у нас в основном такие женихи-то не залеживаются и не засиживаются. Ухоженный такой, да? Да. И мне кажется, мужественный. В чем дело? 43 года. Три раза, или четыре было, жена? Три. Три. И каждая подарила по ребенку. А кто уходил? Вы от них или они от вас? Ну, по-разному было. А давайте быстренько пробежимся. Быстренько пробежимся. Первый брак, 18 лет. Женились. Причем мы только подали заявление. На второй день ребенок родился? Ну, не то, что на второй день родился, выяснилось, что жена беременна. То есть, ну, как бы все были рады. Родился ребенок, начали жить вместе. Очень сильное влияние имела ее мама. Ну, на нее. Ну, еще, она же детеныш еще. Жили, к сожалению, с родителями. И очень часто родители нам пытались помочь. Ну, соответственно, получалось так, что не в лучшую сторону. Можно сказать, что это и разрушило наш брат. То есть, она не давала даже нам остаться наедине, чтобы мы выяснили отношения. Она всегда присутствовала. В 18 лет женились. И еще не хотели слушать советы родителей, хотя жили у них. А кто в этом возрасте слушает советы? Ну, понятно. В общем, ругались-ругались. Ну, ругались-ругались, да ругались. Да, в конце концов супруга сказала, попросила, чтобы я ее оставил. Какое-то время мы не общались вообще. Минус 40. Потом я ездил, пытался возобновить отношения, потому что, ну, все-таки ребенок. На что она отвечала? Отказом. И где-то, наверное, прошло с полгода. Покопался я в своей записной книжке. Нашел телефон. Нашел телефон девушки, с которой я был знаком раньше, чем с первой женой. В классе в девятом. Мы созвонились, начали встречаться. Через два месяца женился. И в 19 лет второй ребенок? Нет, второй ребенок в 21 год. В 22. О, это не скоро уже. Да, да, да. Через 4 года. У него год за 10 минут. Через 3, да. И казалось бы, живи не хочу. Да. И по любви. Да. И же родители не мешают. Родители не мешали. Родители замечательные были. А когда началось-то все? Когда вдруг захотелось? Началось, наверное, из 12 лет совместной жизни. Началось, наверное, это где-то лет с 10. А, вы с ней 12 лет прожили. Мы 12 лет прожили вместе, да. Это срок. А вот. Ну, в общем, тоже устали тащить. Стало скучно. И вы увлеклись. Где-то да. Где-то да. Просто, ну, были такие моменты, что иногда едешь домой ночью. И, ну, реально не хотелось ехать домой. Просто катался по Москве на машине. Не тянул. И вот докатался, встретил? Докатался, встретил. Да, встретил свою очередную супругу. Прям такой порядочный. Сразу жениться. Вот мне нравится. Ну да, взялся за руку, женись. И всегда дети. Что? Я же не против детей. Я только за, я их не бросаю. А как может стать скучно? А если ты любишь человека, а то не может стать скучно. Развелся, как водится? Жена была рада вторая? Когда развелся? Нет. Нет, жена очень переживала сильно. Она не была рада, когда мы разводились. Ну, так а с третьей, что женились, родился ребенок. Что помешало быть счастливым в третьем браке? Казалось, все было здорово, все было замечательно. Была страсть именно, была любовь. Ну, с моей стороны точно. И в эти отношения было очень много вложено, потому что, как мне казалось, что это вот все. Это вот то, что я хотел. Это те отношения, которые мне были нужны. Но, к сожалению, прошло время. И я начал понимать, что, может быть, она как-то подостыла. Может быть, я не знаю, что произошло. Но с моей стороны есть такая претензия к ней, как к человеку, который не хочет идти на диалог. И сколько прожили с ней? С ней 8 лет почти прожили. Это вот я все время думаю, что должно такого произойти, чтобы даже в третьем браке, уже имея ребенка, и уже будучи взрослым мужчиной, вдруг из-за какой-то, как вы сказали, да, вот она там, не, 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 расстались. Ну, мне кажется, человек просто разлюбил. Она разлюбила вас? На тот момент, да. То есть прожили здесь 10 лет? Смоль, видишь, она сама от него ушла, она что-то вообще не устраивала. Уже будучи с ребенком, она от него уходит. Ну, просто же так. А попробовать вернуть любовь? Ну, знаете, поначалу пытался, человек сказал сразу, что все твои шаги в мою сторону, все твои попытки, они ничем не закончатся, поэтому лучше не старайся. Но вы понимаете, что женщина ставит такой блок только когда она очень обижена? Может быть, вы не проявили должной гибкости? Может быть. Дело в том, что у вас в гороскопе луна в козероге, а это обычно мужчины не очень гибкие. И ваша готовность к последующей супружеской жизни серьезно зависит от умения приспособиться, от умения быть гибким. Интересно, насколько вы сами чувствуете, что вы сейчас уже готовы подстраиваться? Знаете, за прошлый год, прошедший год, произошли, я считаю, глобальные изменения. Прежде всего, во мне в самом произошли изменения. А вы стали более пластичным за это время? Да, я стал более спокойным. Я стал более спокойно относиться к разным вещам, к которым, может быть, раньше я бы начал что-то заморачиваться, дергаться, подпрыгивать. Сейчас нет. Скажите, пожалуйста, а вы общаетесь с своими детьми от всех, Джон? Да, да. То есть со всеми тремя детьми, да? Ясно. Анатолия, какая должна быть гарантия у наших невест, которые пришли за вас бороться, что она не будет четвертой, потом пятой, седьмой? Нет, тут гарантии никакой нет. А почему такой нетерпеливый? Вы нетерпимый ко всему. Что у вас не так? Во мне не так. То, что я очень болезненно реагировал, опять же, на нежелание человека вести диалог какой-то. То есть я хочу с человеком поговорить. Диалог в чем? Вот если, например, вам хочется какого-то затейливого секса, а она не готова штудировать там Камасудру, это уже конфликт, это уже причина для того, чтобы сказали «рас так» и пошел, не знаю, в публичный дом? Нет, абсолютно нет. Воспитание ребенка, я хочу узнать, на какой почве конфликты-то были, по какому поводу могли не договориться? На банальных почвах, буквально там, вплоть до того, какие мы обои будем клеить в спальне. Да, слушай, ну это смешно, но Анатолий, это как-то по детски. Надо выслушивать человека, что он хочет, ну и если предлагать свое. Я вот старалась услышать, и мне нравилась, допустим, зебра для дивана, обшивка, а ему больше нравилась как в коровку, и я была согласна, ну нравится, пусть будет коровка, ради бога. Василиса, все ли правда, вот то, что говорит Анатолий? Ну, Анатолий любвеобильный, он действительно нуждается в эмоциональной подпитке со стороны женщины, но он и сам не гибкий, на мой взгляд, не всегда готов идти на контакт. Я думаю, что жены так вам решительно отказывали вот в том самом диалоге, потому что они и с вашей стороны не видели особенно готовности на этот диалог идти. Я позволю себе зачитать, потому что я просто не воспроизведу так правильно, как это в учебниках по астрологии написано. Ваша Венера во втором градусе рака. Водная Венера, поэтому я даже и колоду специальную такую приготовила сегодня. Так вот, значение этого градуса. Землепашец, прислонившись к дереву, наблюдает за другими крестьянами, скапывающими соседнее поле. Это значит, что человек представляет другим заниматься работой, выполнять какие-то ответственные поручения, сам стоит и наблюдает за ним. Вот я предполагаю, что в браке вы наблюдали, вы позволяли женщинам самосовершенствоваться, вы позволяли любить себя, ухаживать за собой и требовали от них этого, но сами, в общем, не особенно менялись и не особенно старались для них. Согласны? Может быть. Наблюдал со стороны. Чье тело охраняете? Или тельце? Что вы хотите узнать? Мужчина, женщина, какой возраст? Известный, наверное, по деньгам-то. Без комментариев. Ну, деньжат-то водятся. Есть такое понятие, как коммерческая тайна. Нет, ну я имею в виду... Этика, профессия 7. Нет, а на что должны рассчитывать? Да. Вот я, например, понимаю, почему со мной заигрывают молодые артисты, которыми 300 лет нужны в обед. Они думают, сумасшедшая Гузеева сейчас купит им красные Феррари. Ага. Следите за руками, называется. А вы? В этом смысле вас пытает Розалия? За себя я скажу так, что с голоду не пухну, все нормально. Имеется машина, имеется квартира. Долгов нет, да? Долгов нет. А у вас это, ну, завещание на кого? А уже пора? Отгадай. Утро и наследника. Ну, это я про что? Это все замечательно. То, что ничего не требует, он уже не Альфонс, хорошо, окей. Но что ты можешь дать, кроме трех драков и трех детей? Заинтересовать нужно как-то женщину, чтобы она хотела. Вот вы так любите разговаривать, вы любите выяснять все проблемы за столом, за кругом. Вот сейчас у вас есть просто уникальная возможность. Вот прямо сейчас нам озвучьте, пожалуйста, свои требования к будущей избраннице. Вот прямо, чтобы не было потом никаких недоразумений. Ну, мне хочется, чтобы мы с человеком просто смотрели в одну сторону. Нет, это так, это сейчас она повернет голову и тоже будет смотреть вот на эту траву. Нет, нет, вот что она должна и чего она ни в коем случае не должна. Во-первых, человек, если ему что-то не понравилось, если там ее... Не, дайте конкретно. Конкретно. Работа, характер, обязательства дома, Бог главный, у кого деньги. Работа для меня не принципиальна, работа не принципиальна. Если она начнет лимитировать время общения с вашими детьми, это даже если вы каждому по одному дню в неделю, то ей уже остается... Нет, у меня двое детей уже взрослые, поэтому им даже уже не до меня. У них своя жизнь началась. Да, к маленькому я езжу периодически, мы видимся. Если в этом будет проблема, сразу нет. Понятно, вот это уже конкретно. В смысле хозяйства? В смысле хозяйства? Если человек умеет готовить, замечательно. Если человек не умеет готовить... То он с ней разведетесь через какое-то время? Нет, я сам умею готовить, а не скажу, что шедеврально или что-то. Сегодня огромное количество кулинарных курсов. Поэтому можно предложить своей женщине и сказать, дорогая, вот мне очень нравится средиземноморская кухня. Пожалуйста, ну пару салатиков, пару рецептов пасты. Тем более так быстро все. Конечно. Но она же вправе мне сказать, дорогой, а вот знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты своими ручками... Нет, не вправе, вы же ее не идете, не записываете на курсы электриков и сантехников. Вот тогда вот она вправе сказать, дорогой, ты не попутал, нет ничего. Надо легче, сейчас просто у всех так сложилось, что женщина должна готовить. Ну, право, первая ночь. Морское настроение. Я специально выбрала сегодня водную колоду, потому что, во-первых, лет и море хочется. Загадывать желание. Во-вторых, наш жених таков. Вот сегодня я хочу сама вытаскивать карты из этой колоды. Ты загадывай. Да. Ты уже придумала? Да. Ну, хорошо. А почему ты этого вытаскиваешь? Ну, вообще так положено. Господи, да вытаскивай. Король Пентакли, Лариса, к сожалению, все твои мысли о финансах. У меня не о финансах. Сбудется. Сбудется. Причем сбудется много, потому что задумала ты немало, я смотрю. Это самая старшая карта. Я как раз про отношения. Задумала, да? Про отношения. Про отношения. Ух ты, перевернутый шут. Это что значит? Это значит, что ты в самом начале какого-то процесса, но это начало тебе, скорее всего, не удастся. Тот мужчина, про которого ты подумала, в отношения с тобой не будет готов вступить. Забывай, думай про другого. Ну, есть, да, подхватим. А теперь вы. Я тоже про отношения. Девятка мечей. Вы отношений боитесь. На самом деле, боитесь глубоко. У вас за плечами такой опыт, который вас не сделал счастливым, и вы опасаетесь, что следующее лучше не будет. Вот пока эти страхи не отбросите, пока карту не перевернете сами для себя, не сможете продолжить дальше. Поэтому сегодня далось страхи. Конечно, боится. Столько неудачных браков, в принципе. Да. Советуйте, девочки. Ну, что могу советовать? Как правило, мужчина мечтает на молодую, красивую, желательно бы и богатую. Как правило, говорится, женись три раза. Знаете, Анатолий, женитесь. Я думаю, что опыта уже есть, ошибок меньше совершать будете, внимательнее будете. Поэтому, кого вы сегодня не выбрали, главное, чтобы по душе была. А я уж вам помогу уговорить. Нежную, тихую, хозяйственную, умеющую подстраиваться, но и одновременно умеющую вас вызвать на активность. Хватит землепашцам не при деле стоять у дерева и наблюдать за тем, как пашут остальные. Вы должны включаться в отношения и должны сами активно показывать женщине, чего вы хотите, и стараться удовлетворить ее чаянием и надеждам тоже. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Анатолий. Встречайте первую невесту. Меня зовут Оксана. Очень приятно познакомиться. Очень взаимная, Оксана. Ну какая симпатичная девушка. Здравствуйте, Оксаночка. Ой, все в розовом. С кем вы? Это моя сестра Наталья и моя подруга Бликса Марина. Очень приятно. Давай с нас посмотрим. Оксана. 30 лет. Стюардесса на частном самолете. Владелица интернет-магазина товаров для взрослых. Гордится тем, что никогда не сидит на месте. Мечтает достроить дом, купить квартиру и родить ребенка. Предупреждает, что любит лихачить за рулем. Спустя два года отношений Оксана узнала, что у возлюбленного есть жена. Надеется, что Анатолию нечего скрывать. Вы стюардесса на частном самолете. Еще у вас есть магазин интимных принадлежностей. Секс-шоп, да? Обычно к нам, кстати, приходят, когда и дарят. Ну вот если у кого-то магазин галантерей, нам дарят обручи. А вы как-то без подарка, без веселенького. А чего это? Только сейчас сюрприз будет, Лариса. А как бы мы приняли этот подарок? Да, я просто не знаю, как ты, а мы босеросы двумя руками. Дорогая моя Оксаночка, даже стесняюсь спросить, а какая из этих работ вам больше удовольствия приносит? Конечно же, летная профессия. Данный бизнес только для того, чтобы мне подстраховаться на будущее, так как я хочу все-таки родить ребенка, уйти в декрет. Вот, и рассчитываю я в жизни только на себя. Я никому больше не доверяю в этой жизни, и поэтому я хочу встать. А почему не доверяете? Почему так разочаровались в жизни? Расскажите свою историю. Два года жили и не знали с мужчиной, что он женат. Мы с ним познакомились через интернет. Вот, и могу сказать, что у меня всегда был табу никогда не знакомиться через интернет. И на тебе познакомилась через интернет. Никогда не иметь отношения с женатыми людьми, а тем более, если есть дети. Потому что я понимаю, что это ко мне в будущем тоже так же может вернуться. И именно все это меня и постигло в жизни. Значит, мы полюбили друг друга вообще с первого взгляда, все было замечательно. А где познакомились? Мы встретились на улице, договорились, встретились. И он мне сказал изначально, что он не женат. С женой он даже не общается, но у него есть взрослый сын. Вот. И через два месяца я начинала понимать, что это здесь нечисто. Хотя он проводил все время свободное со мной. Когда я улетала в командировке, я звонила, и я даже не могла догадаться, что он с кем-то живет. Он брал трубку ночью. Я проверяла, там, ты дома? Да, я дома. Я говорю, хорошо, открой воду. Там, я не знаю, включи телевизор. Да, раз вы просили вот о таких глупостях, значит, сомневались. Я сомневалась изначально. А почему? Объясните. Я почувствовала, я просто все очень хорошо чувствую. Женщина всегда чувствует, когда ей либо лгут, либо что-то скрывают за ее спиной. В любом случае, оно потихоньку-потихоньку открывается. Через два месяца я уже ему говорю, слушай, по-моему, ты мне где-то врешь. Давай расскажи-ка мне правду всю. Он говорит, да, Оксана, я женат на данный момент, но я с ней не общаюсь вообще. У нас нет никаких отношений. Особенно сексуальных нет. Да. Я ему говорю, ты знаешь, говорю, все, у меня табу. С женатыми мужчинами не имеет никаких отношений. Это всегда у меня было. Мы, значит, с ним расстаемся, потому что сказала, все, прости, извини. Прошло три дня, и он вернулся, он просто рыдал и плакал, сказал, я разведусь, и все у нас будет нормально. Я хочу жениться на тебе, я хочу у тебя детей безумно. Он, ну, он очень тоже меня сильно любил, не знаю. Мы с ним начали уже вместе жить, вот. И через два года, и как у нас проходило все наше житие, бытие. То есть он делал так, вот мы проживем два дня, да, у нас все тихо, спокойно. Через два дня он просто ругался со мной, непонятно по каким причинам. Из-за мелочей, чтобы был повод куда-то уйти на ночь. Вот, я, естественно, плакала, рыдала, возвращала его, звонила ему до утра, говорю, вернись, пожалуйста, без тебя жить не могу. Вот, и... Ну, раз, два, а на третий раз уже можно было и сказать, ну, больше не возвращаясь оттуда. А я не могла закрыть дверь. То есть он так, да, когда женщина любит, она абсолютно вне логики. Я даже понять не могла, что вы настолько можете, конечно, не выпейте вот этого яда. Женщина слепа, когда она любит. Да. Через два года мне позвонила жена. Как вы узнали? Она представилась? Да, она говорит, Оксана, это Оксана? Я говорю, да, это Оксана. Она говорит, вы знаете, я жена такого человека, да. Я говорю, как жена, подождите, вы же вместе не живете? Она говорит, нет, мы вместе живем все это время. Вы ее пригласили к себе? Она знала, да, что у нас отношение, но просто молчала и терпела. Я ей, значит, говорю, хорошо, давайте все этим приезжайте ко мне в гости. И мы сейчас здесь устроим кое-что. Вот. Значит, она приезжает, она звонит ему, включает громкую связь. И говорит, привет, дорогой, ты где? Он говорит, ой, дорогая, милая моя, ты знаешь, я там-то, там-то, но ты меня не жди сегодня ночью. Он ехал ко мне в этот момент. Вы ее спрятали в шкаф. Нет, я ее спрятала за шкаф с подружкой. И он заходит. Он был в полном шоке, когда я ее увидел, что она у меня в доме делает. Ну, а как он почувствовал, почему он за шкаф-то вдруг зашел? Потому что у меня тряслись руки, естественно, я нервничала очень сильно, я чуть ли не потеряла сознание тогда. Я сама не ожидала, что так все сложится. И он ему говорит, да какая-то странная. Ну, и почувствовала что-то не то, и пошел за шкаф, как ни странно. Там же, да. И увидел ее, да. Ну, и пришлось разговаривать втроем. Сказал, что жену не любит, любит вас. Да, что хочет быть со мной. Я сказала, нет, ты знаешь, я думаю, что такие вещи не спешу. Бедная девочка, ужас. Я просто вышвырнула вещи за дверь, вот, и они уехали вместе домой. Какой подлец. Ну, вообще, да, неприятно, бедная девушка. Потом он опять к вам пришел, он понял, что все, это конец, сделал мне предложение. Он говорит, я не могу без тебя жить, ты мне очень дорога, выходи за меня замуж. Но до свадьбы дело не дошло, потому что денег не было. Он садил меня в ЗАГС на экскурсию. И на этом все закончилось. Оксан, скажите, пожалуйста, вот у меня такое впечатление, что вы из тех женщин, которые любят страдануть. Если женщина хочет закрыть дверь за мужчиной, она ее всегда закрыть. Я сама себе ругала, но я не знаю, вам не хочу. Вы впускали, вы впускали. Нет, я вас не обвиняю, потому что мы все глупые, мы все через такое проходим. А сейчас я поняла, что по стечении времени я понимаю, что я уже не хочу. Ой, ну это больно. Ой, да, так некрасиво. Анатолий, вас что-то смущает в Оксане? Знаете, Лариса, глядя на Оксану, я наблюдал очень внимательно весь ее рассказ. Мне кажется, ее сердце не свободно. На данный момент она уже свободна. У вас есть вопросы к Анатолию? 43 года, трое детей, три жены. Разница опять же не пугает вас, Оксана? А вы готовы родить еще одного ребенка? Ну, я же об этом говорил. Ему то что. А я грустную карту для вас вытащила. Сейчас подумала о том, какой вам следует сделать следующий шаг в отношениях для того, чтобы стать счастливой в любви. Это перевернутая карта смерти. Тут лежит такая грустная русалка. Не нужно пугаться, просто карта смерти второго обозначает необходимость решительно порвать со своим прошлым. Вот не зря эта карта выпала. То есть вам действительно нужно закончить внутри себя отношения предыдущие. Скажите сюрприз. Субтитры создавал DimaTorzok И поешь, да? Девушка замечательная. Да. Спасибо, Оксаночка. Я понимаю, почему вы пришли. Вот вы думаете, выйду на первом канале, на сцену, вот такая вся красивая, в красивом платье, и споют для него песни, и он все вспомнит в нем это. Все, вы спели эту песню вашей любви в последний раз, а теперь изучайте новый репертуар. Да? В другой тональности. Спасибо. Спасибо. Походите. Ну как, да? Как ты себя чувствуешь? Во времена моей юности Мария Пахоменко пела такую песенку, где были слова «Не для тебя я наряжалась». Тогда был просто месяц май, поэтому не для вас она тролли все это не адресно, но она пришла со своей болью, со своей историей, и если это ей как-то поможет, то слава богу. Да, конечно, да. Я не думаю, что сегодня перебить вам удастся те отношения, она должна их сама изжить. Даже пытаться не будет. Может быть, она права. Она прям раскусила меня, она поняла вообще, с какой боли я пришла, действительно. Роза? Ну, жалко. Мне это как, жалко не с точки зрения там женщины, это вы у нас вот сегодня так в роли психологов-то. Я как сваха, 30 лет. Тут пой-не пой, возвращай-не возвращай, третий ряд уже. Если не поторопится, всех разберут. Василиса, что здесь? Я не была бы столь уверена в том, что ее не нужно рассматривать. Я как раз наоборот считаю, что психофизически это тот тип женщин, который вам нравится. Я думаю, что в близком общении с ней вы больше приобрели бы, чем потеряли. Поэтому я думаю, что, несмотря на останки вот этой любви, догорающие где-то вдали, вы все равно должны обратить на нее пристальное внимание. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандову с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анатолий. Встречайте вторую невесту. Удачи. Здравствуйте, Анатолий. Я рада вас видеть и рада нашей встрече. Я надеюсь, что наши взгляды с вами совпадут, и наши дороги переплетутся в один прекрасный путь счастья. А как вас зовут? Яна. Очень приятно. Вот, а не скажи, Марин, похожи, да, внешне? Да, не похожи. Прямо вот эта горбинка носа. Вот это вот лицо такое вот овальное. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Давайте на вас посмотрим. Яна, 32 года. Предприниматель. Сейчас находится в декретном отпуске. Гордится тем, что в 18 лет одна улетела в Лондон. Мечтает о верном мужчине. Носит часы поверх одежды и постоянно жует жвачку. После того, как Яна обнаружила в квартире следы пребывания другой женщины, супруг откровенно рассказал ей все интимные подробности отношений со своей любовницей. Надеется на то, что Анатолий никогда не заставит ее страдать. Где ты знакомились со своим мужем? В метро, как не банально бы это звучало, именно в метро. Он случайно как наткнулся на меня и извините, извините. И вот мы как-то разговорились с ним. И вот он обменялись телефонами. Но на тот момент... Что вас в нем зацепило? Вы говорили, что он неказистый, невысок, росточком, лысоват. Наверное, скорее всего, его манера общения. Он был такой очень скромный, очень милый. И общался он очень нежно. Старший вас? На один год. Скромный, познакомиться в метро с девушкой на самом деле требует определенной силы воли. Он так, очень тактично, знаете. Он, вы мне извините, вот так, он как-то так вот общался и говорил... Ну, в общем, вас покорила в нем вот эта вот как раз неуклюжесть. Да, мне казалось, чистота у него какая-то вот есть. И я поэтому... А потом вы, как многие глупые женщины, взяли на себя ответственность за него. Вроде хорошо бы подкорректировать, да? Помыть, почистить, привести в порядок, научить одеваться. Мне сначала показалось, что у него нет амбиции. И мне показалось, что он достаточно скромный, а в нем был такой потенциал. Я понимаю, это второй ваш был муж? Да, это второй муж. От него у меня ребенок. Да. И вот вы вышли замуж в скором времени. Да. И решили, что и работа-то у него какая-то непрестижная. Устроили его, да, получше? Нет, работа-то у него была нормальная, но не мог себя, наверное, скажем так, преподать. То есть я ему как бы поставила, я считаю, что амбиции, научила, наверное, человека... Относиться к себе с уважением и себя любить. Ну а как, когда любишь, мужчина становится лучше в любом случае? Конечно. И женщина его поддерживает во всем и делает лучше. Мы повысили зарплату, босс им заинтересовался. И, в общем, как-то у них пошло-поехало. Босс уже даже жить без него не смог. Приезжал за ним на машине. Но только босс его стал... Ну как-то оставайся со мной. Они пошли, стали по стрип-клубам гулять. Вот эти вечерние... А босс это женщина, да, насколько? Нет. Это молодой человек, он младше меня на год. Как узнали, что он вам изменил? Должна была быть свадьба моей сестры-близнеца. И я уехала в Санкт-Петербург, просила его с собой, со мной поехать. Но у нас уже какой-то был конфликт. И он сказал, нет, я здесь останусь. Я сказала ему, хорошо, оставайся, отдохни, побудь без меня. Я уехала 10 дней, но, видимо, сердце все равно, вот я не знаю, как это объяснить, чувствует. Все равно, что что-то не так. Ага. И вот вы приезжаете через 10 дней, открываете дверь и думаете, наверное, не туда попало. Я была в шоке. Я просто думала, мы же сделали ремонт, и в новом доме все чудесно. И я была в шоке от того, в каком состоянии была квартира. Все было в пыли, все было в грязи. И вот ночью уже ему приходит, а он у нас двухкомнатная, и он ушел спать в другую комнату. Приходит смс от нее, я перезваниваю ей, спрашиваю, как долго у вас отношения. Она говорит, ну, у нас только начинается, ведь вы же разводитесь. То есть он уже подготовился, сказал, что мы уже разводимся. Я не знала, что мы уже разводимся. В общем, вот так все было. И кто же эта красавица? Чебоксар, девушка, Марина некая. И она оказалась стриптизершей, и, видимо, он ее или заказал домой, или как, вот я не знаю. То есть были ее фото. То есть на широкую ногу гулял. На широкую, да. Видимо, хорошо он погулял. Зачем ему это, да? Если рядом любимая женщина, которая его поддержала. И когда вы расстались, поняли, что те 10 мучительных лет, которые вместе прожили, и вы не смогли забеременеть, тут выяснилось, что токсикоз и вы. Я беременна. И он предложил мне сделать гуманный аборт. Гуманный ты какой? Ну, он сказал, есть гуманные виды абортов. Я сказала, а как бывают аборты гуманными? Он сказал, ну, я не знаю, говорит, ну, чтобы так вот, не травмирующие, мол, типа ли уколы. Пожалел волк-кобылу, оставил хвост до гривы. Не говорите. Ну. И я сказала, ты как хочешь, я это, ребенок, мне Господь бы не простил. С ребенком видится? Он не захотел, с ней видится. Сколько ребенка? Я очень... 10 месяцев. Какой вывод сделали? Какой вывод сделала? Ну, сыночка, я думаю, что нужно не останавливаться, все равно есть люди хорошие, буду искать. Янчик, а с кем сейчас ребенок, с мамой? С сестренкой, мама в Санкт-Петербурге, поэтому они не приехали, еще похороны были просто. Какие? В общем, у нас мама, бабушка, она нас воспитывала, и она вот буквально ушла, но она знала, что я должна была приехать на программу, поэтому я сделала, как бы, знаю, что она будет... Последнюю волю выполнена. Моя девочка, а мама ваша родная? Она встала во главу. Детка, а почему бабушку мамой называли? Она нас воспитывала. А почему не мама? Ну, у нас достаточно сложные отношения, сейчас все прекрасно, благодарю. А почему? В чем была сложность? Мама была не до вас, да? Ну, был период такой. Скажите, а простили маме фразу, когда она нам говорила, вы гости в моей жизни, вам и вашим сестрам? Сейчас да. Почему? Она очень красиво поступила, она приехала, она поддержала. То есть для нее бабушка как мама и потеря такого человека, конечно, тяжело. Слезы в глазах у нее. Можно воды? Нет, а почему? Вы плачете, потому что у вас это болит, вы живой человек. Я боюсь, что подсчет. Ничего, пустичи, вот это ваши слезы, это ваша душа плачет, поэтому вы хорошая девушка. Яночка, я, знаете, вам хочу что пожелать. Думайте о себе, думайте о своем ребенке, полюбите себя и тратьте свою энергию на свою семью. Пусть в вашей жизни встретятся мужчины уже готовые, которого не нужно будет опекать, которую мне нужно будет продвигать. Пусть вокруг вас теперь бегают. Вы достойны, чтобы вас любили. Суркис, покажите. А, карту. А, карту. Я тоже думала, что вы для меня выделите. Да, подумаем про ваш следующий шаг в любви, возможно, вот что-то из этой области. 10 пентаклей. Или 10 жемчужин, вот если мы говорим про эту колоду карт. Это карта, которая говорит о том, что в следующий шаг вам придется отказаться от ряда материальных благ, для того, чтобы в любви сделать какой-то шаг. Я думаю, что это еще может быть связано с вашим состоянием декрета. Карта просто явно сигналит о том, что материальная жизнь может несколько ухудшиться. И, кстати, не нужно расстраиваться, потому что это может притянуть мужчину. Интересно. Это как-то встанет на ноги, и все будет хорошо. Рано или поздно мы встретимся любимым своим. Я просто к тому, что сейчас говорю, к тому, что у жениха уже трое детей. Вам переодеться нужно для сюрприза. Ждем вас. Анатолий, вот вы мне объясните, пожалуйста, ну, 43 года. А почему вот вам бы женщина для радости, вообще жизнь бы для радости, но перестать хотеть рожать детей, уши эти хотя бы поднимите, там, впереди свадьбы, денег во нужно, закончить, ну, что бы вам вот... Я же не говорю, что я прям хочу рожать детей, я говорю, если будет так. А, по-моему, вы на текущий момент времени, очевидно, ищите, ну, не то чтобы любовницу, но жену, которая... Какой-то перевалочный пункт. Нет, жену, которая будет достать удовольствие, будет жить для вас. А мне кажется, что если женщина очень молодая, она не способна выдержать это, она будет чего-то хотеть. Анатолий, пройдите, сядьте на стол. О, ничего себе. Да, что же будет. Так, он непосредственно участник сюрприза. Я не знаю, мне кажется, слишком откровенно. Да, вот такие вещи лучше делать до Манкета. Финкерс. Фур. Плей. Сри. Фур. 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 Лас-Вегаса. Лилия познакомилась с мужем при помощи татарской почты, но в браке поняла, что создано для другого мужчины. Надеется, что этим мужчиной окажется Анатолий. Вот что такое цыганская почта, знаю. А татарская, я даже не знаю, у кого спрашиваю, у Розы или у вас. Я могу рассказать. Не знаешь? Про татарскую почту, это когда знакомят родственники или знакомые, или родители. И вот вас познакомили ваши родители по татарской почте. Да, бабушка с дедушкой поехали в санаторий и встретили там, получается, тетю и дядю моего будущего мужа. Ну и те сказали, что у нас вот замечательный племянник, достойный жених. Бабушка с дедушкой сказали, что у нас прекрасная внучка, давайте-ка познакомим. Познакомили? Да. Влюбились? Ну да, мы провстречались полтора года, вот. Практически созрели для брака и поженились. А сколько лет было вам? Мне было 20. А ему? А ему было 26. Родили детей? Нет. А что так? Ну, дело в том, что я еще тогда училась в институте, и мне хотелось как-то, ну, самореализоваться, что ли, в жизни, чего-то добиться. Хотелось получить какую-то профессию. Что, не давал, не разрешал? Нет, не то, чтобы он запрещал. Нет, конечно, я училась, он не просил не бросать там ни учебу, ничего. Просто он хотел прям такой настоящей семьи, хотел, чтобы женщина там, ну, больше времени уделяла семье. Скажите, а чем была идея расторгнуть брак? Ну, моя. Хорошо. А сегодня вы как настроены? Вам принципиально, чтобы был татарин? Ну... Честно говорите? Честно говоря, да. Почему? Ну, потому что для меня важно поддерживать традиции, и для меня важны корни, не то чтобы националист, наверное, скорее всего, вероисповедания. А ей нужно конкретно татарин, она пришла. Да. Ну и все. Шансов много. А татарин не приехал. Татарин-то не приехал, да. Димилечка, детка, вот сидит такой весельчак, молодой, русский, 43 года. Нет? Да ну что у вас, послушайте, никто не повесит, не застрелит. Нет, он очень милый. Просто, может быть, попробовать пообщаться. Вот вы никогда не держали в голове, что можно с не татарином просто попробовать отношения. Я не говорю, что вы должны пускаться во все тяжкие, но попытаться что-то построить. А у нас называется программа не давай попробуем, а давай поженимся. А ты сразу хотела работника ЗАГСа сюда пригласить, да? А бабушка жива? Дедушка умер, а бабушка жива. Да, и будет смотреть нас. Что скажет? Она будет против. Конечно, будет против. У них принято, татары должны жениться на татарках. Ну тогда даже не знаю, спойте тогда пару песен на татарском языке. Чего мы будем время-то терять? Ну сюрприз я готовила. Правда? Да, песня на татарском языке. Да, ты что? Так и есть. Правда, что ли? Правда. Тогда и спойте. Мне очень жалко, что вы только похожи на татарина. Вот поэтому девушка обманулась. Ну правда, вот татарское лицо. А вот у меня к тебе такой вопрос. Я сейчас вытаскивала карту для вас и задумала, нужно ли все-таки вам упорствовать в своем желании искать татарина. Извините, что назову это именно так. И вытащила карту король жезлов в вашем гороскопе Марс в соединении с Нептуном. Это частенько бывает у тех женщин, которым правда следует выбирать среди мусульман. Ну и, наверное, в вашей истории это тем более логично. Но мне кажется, что есть еще и другие понятия в жизни. Если вы не смогли в своей старой традиционной семье чувствовать себя комфортно, может быть, вам нужно рассмотреть кого-то еще. Зачем ограничивать себя заранее этими рамками? Ну, дорогая моя, ты не сбивай людей-то. Ой, спойте. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Скоро узнаете, кого Анатолий выбрал. А пока подождите в комнате. Спасибо. Роза, есть, как говорится, и среди вашей сестры очень приличные татарочки? Спасибо. Я думаю, что Лиля героиня одной из программ, где будут бороться за нее. Потому что она точно знает, чего хочет, какого счастья, какого мужчину, поэтому с ней... И бороться, наверное, татары, собственно. Конечно, да. А вы только похожи. Как бывает, такая сечка, Василиса. Интересный гороскоп. Она, правда, очень сконцентрирована. Этот формат гороскопа называется связка, этот вид гороскопа. Когда человек и цели себе ставит конкретные, и добивается их, и фактически всю жизнь он работает на одним и тем же кругом целей и задач. Я боюсь, что в следующем браке у нее могут повториться те же самые проблемы. Мне она очень понравилась. Я бы хотела, чтобы она смотрела на жизнь чуточку шире. Не хочу сбивать. Послушание родителям важно, но мне бы хотелось, чтобы и родители тоже рассмотрели что-то для нее новое. Анатолий, я даже рада, что вам некому подсказать, кого вам сегодня выбрать. Поэтому сосредоточьтесь, пожалуйста. Да, будет проще сосредоточиться. Да, сделали свой выбор. Да. Роза, кого советуешь? Ой, Анатолий, Анатолий. Я понимаю, зов природы, куда его деть, собственно говоря. Но в вашем возрасте все-таки нужно думать и... О завещании я уже слышал. Да, об этом тоже, кстати, надо подумать. О завещании. Женщина для радости. Вот возрастной тут я не увидела. Ну, в конце концов, может быть, я не поможет с ребенком. Что, тоже надо, кто должен помогать, в конце концов. Будете забрать ваших... Ну, я имею в виду за мужскую половину. Отвечать Янам. Ну, Анатолий, конечно, мне понравился. Только единственное, пугает, что у него три жены и дети, и то, что он так легко. И я просто... Даже если он заведет ко мне, я не выйду с ним, потому что не хочу быть очередной. Да, я тоже понимаю, что выбор не богат. А если мы Лилию сейчас отсекаем, у нас остается Оксана и Яна. Анатолий, вы тоже должны понимать, что вы на любительницу. Вы действительно красивый, здоровый мужчина, без вредных привычек. Но сегодня женщины хотят другой жизни, в основном, и других отношений. Поэтому, мне кажется, Яна смогла бы не нарушать ваше пространство и уже воспринимать вас таким, какой вы есть. Потому что вы не изменитесь, это же очевидно. И даже не будете пытаться. Поэтому, Яна... Ему нужно определиться, кого он точно хочет. Чтобы он сам знал. А звезды? А если посмотреть в гороскоп, то с точки зрения вашего собственного образа и предпочтений, этот гороскоп просто кричит, как вы в начале программы кричали о своей будущей женщине. Вот он кричит, Оксана! Что ты говоришь? Да. Ты бы вышла? Может быть, стоит пообщаться. Наверное, я выйду. В общем, слушайте себя. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Элла, 20 лет, номер 2762. Руководитель студии английского языка при библиотеке и репетита. Занимается моделированием одежды. Планирует поступить в магистратуру в Париже и пройти курс обучения актерскому мастерству. Мечтает встретить высокого и светлоглазого мужчину, который не будет стоять на одном месте. Ирина, 24 года, номер 2764. Помощник генерального директора транспортной компании. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Мечтает научиться танцевать танго. Желает встретить самостоятельного и внимательного мужчину, серьезно смотрящего на жизнь. Мы знаем, что Анатолий не пошел ни в одну из комнат. Это его право. Я приглашаю все равно всех девочек выйти и поддержать решение Анатолия. Сегодня у нас нет пары, но мы надеемся, Анатолий, что найдется та, которая скажет вам, о боже, какой мужчина. Анатолий. Анатолий. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочка, песочка, песочка. Слушай, какой мужчина? Я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочка, песочка. Слушай, какой мужчина? Ты из моей мечты, о, мужик, какой мужчина, я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочка, песочка, песочка. Слушай, какой мужчина? Я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочка, песочка, песочка. Я каталась очень медленно, и мне все кричали, давай быстрее, давай быстрее. Представляете, что бы было? А потом беременность, а потом дети, бессонные ночи. Ну, бабушка считает, что больше года жить нельзя вместе. Год, если не берет замуж, беги. И прямо на свадьбу скажете, вот какой мне преподнесла... Вместо каравая, да. Это стандартная порция, которую она вас будет кормить. На завтрак обидает. Мне как раз такая и нужна. Секс, спорт и рок-н-ролл это класс. Я люблю тебя до слез.